В этом уроке мы с вами поговорим о панели меню. Здесь мы с вами не будем обсуждать абсолютно каждый-каждый пунктик, потому что, во-первых, подавляющее большинство из них вам совершенно не будет нужно на первых этапах работы. Более того, чтобы сказать хорошо, кстати, о каждом потребуется, не знаю, ни одна тысяча часов. То есть в таком же духе ты именно продолжать абсолютно все записывать, то есть каждую-каждую галочку, каждую кнопочку, все объяснять. Это, в принципе, во-первых, не нужно, во-вторых, вы не запомните, в-третьих, курс растянется, я не поверю, что словно, просто на тысячи и тысячи часов. Это просто будет огромный объем информации, никто это не досмотрит. Поэтому мы с вами в рамках данного курса разбираем все, без чего вам уже не обойтись, а также все то, что может быть вам весьма полезно. Итак, переходим в меню файл. И здесь у нас с вами имеется много различных опций. Это создать новый уровень. Отмечу, что вообще в Unreal такая система, что под уровнем может подразумеваться как отдельная карта, так на самом деле и часть другой карт. То есть, например, когда у нас есть, мы с вами будем это все проходить, вот, то есть когда у нас с вами имеется, например, какая-то огромная карта, там, не знаю, 100 на 100 километров. Вот, и поскольку такой объем, ну, ни один компьютер на самом деле не сможет выдержать, ну, потому что, особенно там есть какие-то модели, все будет заполнено, да, то есть это просто там сгорит любой компьютер, как говорится. Вот поэтому очень часто такие большие карты разбивают на так называемые уровни. Вот, это рода такие подгрузочные уровни, которые, когда вы к ним приближаетесь, подгружаются, когда вы от них отдаляетесь, они исчезают из памяти оперативной. Таким образом, это тоже уровень. Вот, но так вот, в самом базовом уровне, это именно вот создать новый уровень. И здесь имеются различные шаблоны для этого уровня. Соответственно, открыть уровень из тех, что у вас есть в проекте, сохранить уровень, сохранить как уровень, сохранить все уровни, открыть какой-то ассет, который у вас есть в контент-браузере, любой, хотя на самом деле по ему опыту гораздо проще открывать именно вот так. То есть вы заходите в нужную папку и открываете. Как-то это побыстрее почему-то. Вот, сохранить все, кстати говоря, очень полезная кнопка. Дело в том, что когда вы добавляете какие-то новые модельки, текстуры, какие-нибудь там звуковые файлы, это все у вас изначально не сохранено. В частности, когда у вас это не сохранено, у вас какая-то определенная есть, такая звездочка, что я быстренько тут сделаю. Вот так вот. И видите, появилась такая вот звездочка. Это означает то, что у нас с вами ассет не сохранен. Для того, чтобы он сохранился, давайте это я верну. Для того, чтобы он сохранился, нам нужно выбрать имени Save All. Он показывает, что именно он будет сохранять. Можем, например, это все убрать, но в целом, как правило, сохраняется абсолютно все. Вот. Можно Ctrl-S, но я, еще раз говорю, я предпочитаю и Save All, и Ctrl-S. Показывает практика, так работает лучше, потому что очень обидно бывает, когда вы, например, делали-делали-делали, импортировали кучу-кучу моделей, текстуры, все это переименовывали, что все было в порядке, все там по папочкам раскладывали. Потом бац, у вас там, допустим, крашится движок. Или, например, даже не крашится, вы его закрываете, у вас там где-то что-то не сохранилось, какая-то текстурка, и все. И у вас сразу там все ошибки повылетают и прочее. То есть, ну, будет много, на самом деле, неприятностей. Поэтому я рекомендую вам почаще кнопочку вот эту прожимать. Можно, конечно, тут это делать, но, на мой взгляд, такой себе. То есть, Ctrl-S сохраняет уровень, а Ctrl-Shift-S сохраняет, по сути, все измененные ассеты. То есть, измененные, которые тут, и которые новые, тоже будут сохранены. Значит, дальше здесь из полезных идет на сами, ну, всякие там, Source Control, это для работы в команде и прочее, мы сами рассматривать не будем. Так называемый контроль-версии, да, то есть, например, тот же GitHub, там, ну, есть и другие средства. Это мы сами рассматривать не будем. Значит, новый проект, открыть проект, новый C++ класс, Package Project. Вот эта вот полезная опция, она как раз позволяет вам собрать проект под какую-то определенную платформу, будь то Android, будь то Windows. Соответственно, вы выбираете, и у вас запускается, по сути, билд проекта. Все это собирается, и потом у вас будет уже готовая папочка с этим проектом. Там будет .exe файл, но если вы под Windows собираете, запускаете, или там другу даете, и он уже спокойненько в вашу игру играет. Без всяких редакторов, без всего. Это как раз вот есть упаковка проекта. Дальше, дальше тут различные Python скрипты. То, что, кстати говоря, бывает полезным. То есть, допустим, если, например, вы хотите, какой-то скриптный, кстати, для автоматизации, например, вот у вас есть какие-то блупринты, да. Вот, я, например, для себя просто решил и выбрал. Вот, все блупринты сделал таким вот префиксом. BP и черта подчерки. Чтобы понимать, что вот это вот ацет, это именно блупринт. Но, как мы видим, у нас с вами он был без этого префикса. Это, ну, на мой взгляд, это немножко неудобно, и как-то это некрасиво смотрится, поэтому я вот сюда вот так делаю, вот. Но очень часто, когда, например, вы берете какие-то чужие ассеты, например, те же самые текстуры, они зачастую наименованы, проименованы не так, как вам нравится. Например, текстуры я предпочитаю с префиксом T. Он действительно имеется, но он не всегда имеется, да. То есть, у других ассетов он может не быть. Это совершенно необязательная вещь. Это просто такое вот правило наименований. Вот, кстати говоря, что касается еще правил наименований, хочу дать такую вам ссылочку на официальный сайт Unreal Engine. Здесь как раз эти все правила наименований, конвекция о наименовании, показывают, как правильно называть те или иные ассеты. То есть, какие должны быть папки, как они должны называться, какие должны быть префиксы. Вот интермитив, например, для блупринтов, префикс BP. Там для Skeletal Mesh, SK, SM, ну и так далее. И какие должны быть суффиксы, например, вот там для маски такой, для Base Color, ну и для текстур и материалов. Текстур, которые предназначены для материалов. То есть, вот так все это называется. То есть, какие-то такие вот префиксы, суффиксы и так далее. Вот. Что меня поражает, то, что сами Epic Games почему-то своих же правил почему-то не придерживаются. То есть, как мы сами видим, у них блупринты, видите, BP не было. Но с текстурами, видите, проблем таких нет. Так вот, чем полезны Python скрипты, что вы можете, например, абсолютно найти автоматически все, например, текстурки и у всех поставить префикс T, если его нет. То есть, такие скрипты можно писать. И, действительно, удобная вещь. Я рекомендую вам взять на заметку. Будучи, возможно, пригодиться. Представьте, у вас, допустим, вы там скачали тысячу текстур. У вас они все названы неправильно, как попало. А тут вы в ручном режиме будете это делать несколько часов. А с помощью скрипта вы его напишите там за 20-30 минут. Ну, если вы знаете язык Python, конечно. Напишите его там за 20-30 минут. И все это запустите. У вас все это за полсекунды переименуется. То есть, очень удобная вещь. Также есть опция импорт Intel Level. Это, собственно, эквивалент вот этой вот кнопки в контент-браузере. То есть, это импортировать какие-то файлы в проектах. Будь то текстуры, будь то модельки, будь то аудиофайлы. Неважно что. Можно много чего импортировать. Но, опять же, я ее не использую, потому что я ее использую вот здесь. Здесь она более универсальна, потому что тут она, по-моему, только... Да, только, видите, FBX форматы. Да, и опция. То есть, только модели. А эта, на видите, она вообще универсальная. Вот. Ну, опять же, мы с вами об импорте поговорим в другой раз. Там есть более удобный способ, когда просто вы берете из проводника и перетаскиваете сюда. То есть, можно импорт, а можно перетаскивать. Ну, тут недавние уровни, недавние проекты. Это все без проблем. Тоже можно использовать. Значит, здесь у нас меню Edit. Это различные шаг, вперед, шаг, назад. Там, да. Андори, Ду. Можно посмотреть также историю всех этих изменений, которые вы делали. Опять же, здесь же, по-моему, можно и откатиться без проблем к какому-то пункту. Но, опять же, для меня вот просто Ctrl-Z, Ctrl-Z, и я до нужного момента откатываюсь. Но, возможно, кому-то будет удобно. Ну, это понятно. Тут что-нибудь выбираем там, вырезаем там, копируем, дублируем, удаляем и так далее. То есть, вообще, никаких проблем нет. Вот, пожалуйста. Но, опять же, выбрали, да, кликнули по нему и билет. То есть, зачем здесь, ну, дание истории, скорее всего. Значит, дальше тут различные настройки редактора. Да, вот именно редактора. Ну, сами одну опцию уже рассмотрели. С некоторыми мы с вами будем, на самом деле, тут еще знакомиться. Далеко не все, что мы с вами будем рассматривать в этом редакторе. Но настройки, конечно, очень-очень много. Все их рассматривать я большого смысла не вижу. Да, их и не нужно, собственно, и все знать. Вот, значит, дальше у нас настройки уже не редактора, а проекта. Да, здесь тоже настройки, кстати говоря, гораздо больше. Вот, но, собственно, тоже они, в принципе, здесь далеко, далеко не все нужны и востребованы. Некоторые из них мы с вами также будем изучать, которые нужны. И, наконец, плагины. Здесь у нас с вами имеются самые-самые разные плагины, которые вы можете подключить, которые уже есть в движке. Те, которые вы установили на движок, например, вот автосайдскон, они будут вот тут. Да, то есть тут вы можете его включить. Вам потребуется после этого перезапустить редактор. И, собственно, на этом ваш плагин подключится. То есть, напоминаю, что плагин подключается к движку. Вот, причем в каждых отдельных проектах этот плагин можно либо включить, либо отключить. В данном случае, например, в этом проекте мы данный плагин отключили. Что касается Windows, тут, в принципе, просто открывает самые-самые разные окна. Например, можно второй viewport открыть, к примеру. Да, то есть самые различные окна, допустим, это вы закрыли. Например, там, не знаю, World Settings, давайте мы с вами закроем. Вот, пожалуйста, беру, открываю снова. Вот он появился. Также есть полезные опции. Enable Full Screen. То есть, по сути, он открывает на весь экран. Собственно, у вас тут все за пределы ушло, потому что у меня экран записи ограничен. Вернусь обратно. Вот, но тоже бывает полезно. Ну и различные тут в меню Help документации, различные уроки. То есть, сообщить можно о каком-то найденном баге. Тоже весьма бывает полезно. Например, если каким-то багом вы столкнулись, раз сообщили, отправили. Такое бывает. Хотя, на самом деле, я уже замечаю все реже и реже. То есть, каждой новой версией как-то вот становится все меньше и меньше ошибок и каких-то глупостей. Но все равно они имеются и, если вы их нашли, то можете отправить. Вот. То есть, в принципе, здесь особо больше ничего так и нет. Ну, различные, да, вот ссылки на документации. Всегда отсюда можно перейти и посмотреть. Так, всю эту документацию. Вот что, что касается панели. Панели меню. В следующем уроке мы сами будем говорить уже о работе во Viewport. Потому что, на самом деле, уже без этого дальше двигаться пока что нет смысла. До скорого. Продолжение следует...